Привет! Это подкаст «Надо было покупать» от редакции журнала Ферклок, ну и его ведущие Лен Джесс и Владимир Слипер. А у нас в гостях сегодня предприниматель и создатель проекта «Сатошкин» Дмитрий Степанин. Дмитрий, привет! Привет! Сегодня мы обсуждаем такие темы, причины текущего падения крипты, даем прогнозы на оптобер ожидаемый, далее горячая тема обыски в обменниках по всей России и мониторинг Центробанка обсудим, и, наконец, немного занимательной арифметики, как Чан Пен Джао сидит в тюрьме, зарабатывал по 25 миллионов долларов каждый день. Начнем! Первая тема у нас это падение крипты, широко обсуждаемая на этой неделе. На удивление, сентябрь закрылся зеленым, хотя нам говорили, что сентябрь традиционно медвежий рынок, но он на плюс 7% вырос, и все были в ожидании октября, «оптября», как его говорят, «оптобер», что сейчас, вот если сентябрь закрывается зеленым, то все последующие три месяца у нас будет бычка, сейчас будем переть, но как рынок любит, он, как всегда, пошел против мнения толпы, как оказалось. Началось все с падения у нас, биткоин там с 66 тысяч практически упал в район 60 на этой неделе. И, кстати, что интересно, последние несколько месяцев, где-то с июня, вот с июля точно, фиксируется такая динамика, что биткоин рисует минимумы в начале месяца, и потом уже дальше отрастает. То есть, возможно, мы сейчас как раз где-то там дно ищупаем. На неделе у нас вышли новости, которые якобы должны были объяснить падение, ну, новости, связанные с Ближним Востоком, там Иран начал ракеты кидать, в этот момент биткоин упал. Меня, конечно, вот это жестко прям триггерит, вот этот инфоповод, потому что как будто 80% майнеров находятся в Иране или в Израиле, или как будто там лично Сатоши Накамото живет. Я не понимаю, почему так связывают эти события, и почему биткоин так остро реагирует. И особенно напрягает, когда в СМИ там пишут, вот биткоин упал, потому что. Но то, что он упал на фоне этого, это факт, и это, конечно, чуть-чуть бесит. Индекс страха и жадности у нас опять в зоне страха 41. Но не спешите расстраиваться, по статистике, вот выкладывали такую статистику в Твиттере интересную, октябрь начинается обычно после 19-го числа. То есть иногда он там сразу растет с начала месяца, иногда он может даже чуть-чуть упасть, но вот после 19-го почти всегда прет. Поэтому мы ждем, продолжаем ждать, пока сидим, ждем, когда начнет все расти. И из такого еще последнего, это таплоки упали сильнее всего. Хамстер, Кэтизен, Докс, попадали там на 30-50% вся эта дуровская, тоновская экосистема. Что-то пока себе слабо показывает, посмотрим, как дальше будет, пока не особо. Как, Дмитрий, как думаете, будет у нас с октября или нет? Давайте начнем с того, что я небольшой эксперт в каком-либо анализе криптовалютного рынка, ни в техническом, ни в фундаментальном, ни в каком-либо еще. Я все-таки не трейдер. То есть, естественно, я криптоэнтузиаст, занимаюсь криптовалютным бизнесом, но я не отслеживаю графики ежедневно и не отслеживаю вот эти вот какие-то падения, какие-то взлеты. То есть, вот эти вот мелкие движения меня не касаются, я просто не захожу в позиции, и мне нечего отслеживать. То есть, у меня есть там какой-то портфельчик, долгосрочный он лежит, и я вот наслаждаюсь тем, что в долгосроке, в общем-то, все растет. Но, опять же, как и любому криптоэнтузиасту, мне, естественно, вот эти вот все криптовалютные новости, они интересны, я там каким-то образом в курсе происходящих событий. Ну и вот сейчас вот прямо передо мной, вот на другом мониторе график, да, вот вы говорите падение. Ну какое там падение, е-мое, ну сколько там, даже вот с верхушки там, с 66 до 60, до какие-то 10 процентов. Ну что это разве падение для нашего-то криптовалютного рынка? Вот. Ну и так вот, если посмотреть, то мы, получается, с марта 24-го года находимся, то есть непонятно, то ли в распределении, то ли в накоплении, да, то есть вот пила, да, практически там горизонтальная, вот, и особо ничего не происходит. Но, опять же, то есть для меня особо ничего не происходит, потому что я не являюсь трейдером, который на каких-то, не знаю, там, часовых, там, или даже дневных свечах торгует и вынужден принимать решение каждый раз о покупке и о продаже. Поэтому я здесь не прокомментирую. Тут вот, Дмитрий, понимаете, в чем проблема? Биткоин-то не сильно упал, да, но просто когда падает биткоин, то мой любимый Старк обновляет нос, а поэтому постоянно те грядки, куча других монет. По поводу многих альткоинов, ну, конечно, это боль. То есть кто бы сказал, там, не знаю, в каком-нибудь, там, 22-м году в начале, там, или в 21-м году, что Дот когда-нибудь в 2024-м году, в конце 2024-го года можно будет купить по 4 доллара с небольшим. Да, или, допустим, АТО. Да, ну, естественно, то есть такие цены в 2024-м году, уже после халвинга, когда уже должно было все улететь там куда-то в небеса, ну, они, мягко говоря, удивляют. И удивляет, ну, наверное, большинство участников рынка, то есть, конечно, хотелось бы по альтам увидеть намного веселее картину, но у нас более веселую картину все-таки наш дедушка показывает, а не альты. Ава, вот, хорошо себя показывает. Да, неплохо идет. Вот, Ава неплохо идет. Вот, в принципе, там, Трон более-менее нормально себя чувствует, там, плюс-минус, там, Тон, тот же самый, там, более-менее себя чувствует. Да, вот, по поводу Дота затронули тему, у меня так вспомнилось, что Дот, по-моему, на пике там чуть ли не до 100 миллиардов капитализаций доходил. По капитализации сейчас я не вспомню, какая там капитализация была, но курс там доходил, чуть ли там не до 50, что ли, что-то такое было. Капа там, по-моему, под 100 было, и это в контексте того, что сейчас там, допустим, Старк, там, Бласт, ЗК, или, ну, многие там, L2 решения, многие там, Апта, Суи, Сэй, все эти решения, которые вот только повыходили, и они стоят там, в ДВ там 5-10 миллиардов, и, ну, людям может кажется, что это типа дорого, а то вот ДОТ на пике, там, по-моему, под 100 капитализаций был. Ну, опять же, вот капитализацию не скажу, 55 почти он стоил. Курс, сейчас 4-15. Да. В контексте курсов, назовем топ-3 монет, которые на этой неделе все-таки, вопреки падению биткоина, вопреки падению многих альтов, выросли, это FTD, вырос на 63%, там, на фоне слухов о том, что выплаты скоро пойдут. Аптос, на удивление, 10% дал на этой неделе, прям, он прям отлично стоит, на фоне всего падения, регулярно за графиком слежу, мне прям нравится. И на третьем месте у нас PopCat, это MemeCoin, тут без лишних слов. Да, давайте дальше, тем более тема горячая, наверное, все следили о том, что происходит с обменками в России, 2 октября мы узнали о том, что проходят какие-то масштабнейшие обыски в 14 регионах страны, 148 адресов, так или иначе, связанные с сеткой нелегальных криптообменников, конкретно 33 онлайн обменки, платежная система UAPS и биржа Криптекс. Дело завели в Москве, самый основной фокус обысков был на Питере и области, что вменяет, собственно, организаторам схемы, что они, начиная с 2013 года, обменивали крипту, фиат, также передавали доступы к различным личным кабинетам банковским, банковские карты, короче, кардеры они еще по совместительству, ну и, соответственно, у них публика, которая пользуется их услугами, тоже специфическая, хакер, да, другая, крипто преступная, такая около шушера. Ну так вот, что мы еще знаем об этом на данный момент, как сообщил СК, за 2023 год совокупный доход всех этих сервисов составил, если пересчете на доллар, это из 8,8 миллионов. Объем операций аж более миллиарда долларов только за один год, повторюсь, до 2023. Дмитрий, может быть, вы расскажете, что вам известно вообще, может, какие-то детали вам известны по этой ситуации, что это вообще за такие платежные системы? Ну, каких-то деталей прям и каких-то инсайдов у меня нет, мне вот интересно, я вот для себя не закрыл этот вопрос тоже. Несколькими днями ранее, как я понял, эти же самые люди, то есть, ну, некоторые из вот перечисленных, они еще и попали под санкции США. Вот. И как это взаимоувязано, я не разобрался в этом вопросе. Вот это вот интересно, как оно взаимоувязано, а то, что это происходит, но, как бы, тоже так иногда, ты с улыбкой читаешь, когда вот такое происходит, и когда пишут, что закрыли какие-то незаконные обменники. Такое ощущение, что вот есть вот обменник законный, вот он работает, стоит, все нормально у него, хорошо, вот, его мы не трогаем. А вот это вот обменник, он незаконный, вот его мы закроем. То есть, и туда отправим маски-шоу, закроем, в тюрьму посадим, там, как бы, и пресечем преступную деятельность, которую, там, вели, вот, там, сколько-то лет, там, мы заработали, там, сколько-то миллионов. А вот эти вот хорошие, законные, они остаются работать. Мысль такая, что, ну, наверное, так и будет продолжаться, пока, ну, на самом деле, там, не будет нормальной какой-то регуляции, когда на самом деле можно будет сказать, что вот обменник, вот он действует в правовом поле. Потому что сейчас в России покупать и продавать крипту можно, это не является незаконным, крипта не запрещена, ну, а эту деятельность, ее регулярно, там, каким-то образом дозимают, когда это кому-то нужно, под разными предлогами, ну, естественно, как бы, куча уголовных статей, под это можно подвести. Что там на самом деле происходило, и какие на самом деле преследовались цели, и чьи интересы обслуживала вся эта операция, я не в курсе, к сожалению. Да, вот развить вот эту тему по поводу того, что одни законы, другие незаконные, тоже хотел понегодовать. Несколько месяцев назад тоже в Москва-Сити там были какие-то обыски, и там два обменника, по-моему, искали, там двери выбивали, фотографии ходили по сети. Такой же вопрос, то есть эти два обменника незаконные, а остальные обменники в Москва-Сити, которые там через две двери... Незаконные, получается. То есть, как идет, ну, градация, и... Кому не пришли, те законные. Получается так. Да, ну, как они стали законными, они, то есть, черные двери... К ним же не пришли, значит, они пока-пока незаконны. Те, которые незаконны, что они сделали тогда, что к ним пришли, и как людям не пользоваться, и которым придут потом? Да. Ну, как бы мы не знаем. Может быть, на самом деле, там, какие-то из этих обменников на самом деле были связаны с... Вот, не только с тем, чтобы покупать и продавать криптовалюту, да, то есть, то, что вот мы, как вот участники этого бизнеса, то есть, мы считаем, что мы не преступники, мы занимаемся бизнесом, то есть, у нас все нормально, мы покупаем и продаем криптовалюту. Незаконного в этом ничего нет. Вот. А в некоторых случаях, ну, вполне возможно, очень даже вероятно, что некоторые компании позволяют себе и сотрудничество с какими-то преступными, криминальными элементами, там, с теми-то самыми, там, кардерами, с обналом, да, там, может быть, даже, там, в каких-то случаях, там, с террористами, там, и так далее, то есть, ну, как бы понятно, что незаконная деятельность, она может быть. Вот. Но что конкретно в этом случае произошло и почему пришли вот именно вот к этим, да, то есть, к многочисленным обменникам, ну, я не знаю. Не занесли, наверное, куда надо было занести. Не договорились, где надо было договориться. Теории реально можно строить долго, но если опираться на официальную информацию, да, как раз про санкции, власти США считают, что стоящие за этой империей крипто обнала россиянин Сергей Иванов в течение 20 лет занимался вот подобным бесчинством с криптой и прочими электронными средствами. Они обвиняют биржу Криптекс в том, что она отмыла не менее 720 миллионов долларов через различные миксеры, туда же подсанкционная биржа Гарантекс российская, туда же какие-то там хакеры, отдельно программы вымогателей на 51,2 миллиона долларов. Это то, что удалось установить. У них там, скорее всего, какой-то есть шаблон, и в этом шаблоне есть там слова Гарантекс, вот, потом вот эти вот вирусы-шифровальщики, да, и вот они вот такое ощущение, что по шаблону все эти новости выдают, и, ну вот, без Гарантекса там никак. Там еще и СДТ в последнее время им очень не нравится, вот, то есть там как бы вот наблюдается, я вот смотрю на новостной фон, и то, что вот мы у себя в канале новости публикуем, участились наезды именно на ЮСДТ, поэтому вполне возможно и про ЮСДТ там тоже какие-то были претензии. Интересно, вот эта вот связка, то есть сначала санкции США, а потом получается как бы приемка в России, то есть это что, они там как-то в связке работают, удивительно, то есть это такая слаженная работа, или что, интересно было бы понять, но предстоит еще вникнуть в это все. Может быть, смотрите, Дмитрий, все проще, потому что Госдеп как раз в своей вот этой пресс-релизе о том, что мы вводим санкции против Иванова и же с ним, объявил награду в 10 миллионов долларов. За поимку Иванова, он как раз в Питере живет. Так, кто близко к Питеру? И еще, вы спрашиваете, как там Россия что отслеживает, какой обменник, никакой, мы забываем о том, что есть прозрачный блокчейн, наш любимый, который разработан Росфинмониторингом. И, собственно, благодаря нему в том числе, я так понимаю, ЦБ намерен с помощью 19 коммерческих банков в 4 и 1 квартале 24-25 года соответственно отслеживать различные трансграничные операции по покупке и продаже крипты, которыми россияне занимались. Очень хотят они установить, вообще можно ли это делать. Это очень смешной пункт и вообще понять, можем ли мы это делать. Потому что стоит напомнить, что прозрачный блокчейн еще до недавнего времени он отслеживал вообще только 4 монеты, биток, эфир, USDT и USDC. Типа как будто бы, то есть давайте все в хомяка. И, получается, мы защищены от СБ. После этого будет, значит, что они будут узнавать, сумму переводов, количество, в том числе сомнительной операции, про контрагентов хотят узнать, страны, с которыми эта торговля ведется и как это будут использовать. Дмитрий, вопрос к вам. Как это будут использовать, к чему нам готовиться и вообще есть ли на самом деле реальная возможность у ЦБ отследить все переводы россиян? Да нет, конечно. Нет такой возможности. И понять, куда и за что переводили, тоже нет никакой возможности. Зачем все это делается? Ну, наверное, у какого-то начальника большого возник вопрос на каком-то совещании. Ну и для того, чтобы начальнику предоставить ответ, то есть замутили вот это проследование, которое никому не нужно, кроме подчиненных этого начальника, который отчитается своему начальнику, который ничего не понимает о том, куда и чего там, сколько было перечислено. То есть основная, как бы очередное, дачка втирательства за деньги налогоплательщиков, ничего более, то есть вообще бессмыслица полнейшая. Ну, на том и закончим. Я думаю, тут действительно сложно что-либо добавить, да, учитывая, что объемы, которые даже в отчетах ежегодных указывает Центробанк, даже близко не бьются вообще с потенциальными объемами, которые могут быть. Ну, есть только четыре, сети как бы отслеживаются, ну, что поделаешь. Это, кстати, есть же похожая тема, что к концу года разные политики, им нужно поднять цитилизм и цитилизм. Мы скоро много интересных новостей услышим, да. да, и они начинают, типа, мы примем законопроект, через месяц, мы там сделаем то, мы сделаем, чтобы на цитаты подбивалось в теле. Цитат мы услышим много от Аксакова, от Милонова. Да, да, да. Вот это самые большие любители цитат. Но Аксаков особенно наш самый любимый, потому что он по крипте там выдает, начиная с 17-го года, что мы примем законопроект о крипте вот к такому-то числу, и вот я вот с 17-го года это все слышу. Можно только заголовки менять, суть новостей одна и та же остается. Когда-нибудь. только да, тут обменяешь просто и все. Да, да, да. К следующей теме перейдем. У нас следующая тема это СМИ подсчитали, сколько СИЗИ, Чан Пенжао, глава, бывший глава Бинанса, зарабатывал в тюрьме в Форбс. Посчитали, что 25 миллионов долларов в день. На самом деле, я вот эту тему особо как-то даже не видел этой новости, честно говоря. Вот, но одно, что здесь удивительно, если он совладелец биржи, и оставался ее совладельцем, даже если он в тюрьме, то, ну, конечно, он там что-то будет зарабатывать. Но имеется в виду, наверное, то, что компания зарабатывает, это его дивиденды или что? Тут они привели оценку разных его активов, получается, и причем Форбс и Бумберг приводят разную оценку, и там все варьируется. Например, Форбс считают с учетом биткоин-активов, с учетом BNB, которые там по разным оценкам до 70 или от 70% принадлежат то ли Binance, то ли личный Agile. Бумберг считает без них, Бумберг считает только оценку в компании Binance. И вот Форбс насчитали, что у него 27 сентября было 61 миллиард, то есть они взяли вот это вот все там своими ритмами посчитали, причем они не делятся какими конкретно. То есть они говорят, сколько конкретно мы биткоинов посчитали, сколько мы BNB посчитали, какую долю мы посчитали в Binance. Мы просто типа пишем 61 миллиард, 12 июля у него было 57,8 миллиардов, выросло на 3,2 получается миллиарда, все, разбили на дни, все, 25 миллионов в день он зарабатывал. При том, что оценка может упасть. Отлично, молодец, порадуемся за CZ. Хорошо. CZ крупный криптовалютный деятель, большой бизнесмен, много сделал на самом деле и для криптовалютного сообщества. Красавчик, что вот он из этой ситуации вышел очень с легкими вот такими последствиями и уже вышел. Вышел чуть-чуть богаче, чем был. Не вижу здесь вообще там никакой проблемы, все нормально. Давайте лучше обсудим вот предстоящий документальный фильм HBO, а кто такой Сатоши Накамото. Слышали? Выходит 8 октября такой фильм. Очень ждем. Очень ждем. Вот вы на кого ставите? Кто это будет? Ну, если это кто-то из известных. Ну, то там же уже сказали, там какой-то там чувак с Твиттера сказал, что он уже знает, кого назовет HBO, это будет Лен Сасаман. Да, я, если честно, первый раз услышал его фамилию, при том, что я в 17-18 году много писал статьи именно про шифропанков, как все зарождалось. Ну, конкретно его фамилию вот в этой новости первый раз услышал. Я даже не знаю, кто это, говорят, какой-то известный шифропанк. Я что-то слышал про него, но я удивился, честно говоря, когда увидел его на первом месте. Вот есть еще в Полимаркете, вот я вот открыл тоже у себя, в Полимаркете сделали вот рейтинг, да, или там, как они это делают, да, то есть прогнозы, да, то есть рейтинг прогнозов и вот на Лена Сасамана ставят 48 процентов. И дальше идут уже вот те, кто вот у меня в списке в голове реально были. Да, там, Хэлфини, Ник Сабо, Адам Бэк, Крейг Райт, ну, Крейг Райт, это так для прикола, конечно, ну, ладно, хорошо. Хэлфини точно нет, потому что уже доказывали, что когда он какой-то марафон, то в этот момент с аккаунта Сатоши писали сообщения, соответственно, он не мог их писать, но с другой стороны уже начинают говорить, типа, мог кто-то другой отправить, он мог написать сообщения, а кто-то просто нажал Enter, пока он бежал, типа, чтобы скрыть след. Там, теоретически, да, там, это возможно. Кто-то серьезно говорит про то, что это Илон Маск, но вот за Илона Маска здесь меньше одного процента. Ну, скорее всего, реально какой-то... Это Илон Маск. Это Илон Маск, да. Стопуду. Я хочу, я хочу, чтобы был Адам Бэк, чтобы Сатоши Монакамото оказался Адам Бэк. Почему? Потому что у меня есть фотография, где я лично стою прямо вот с Адамом Бэком. Две даже фотографии есть. За круто, да, можно будет потом детям рассказывать. Я вот Сатоши Монакамото лично. Да, поэтому я за Адамом Бэк. Да не, ну вряд ли он. Примерно хочет закупиться. Вряд ли он, он же, ну, он же как бы в публичном пространстве, в отличие там от Хэлла Финни, который умер, или там вот этого Лен Сасамана, который тоже умер в 2011 году. Адам Бэк публично, я думаю, уже бы давно всплывал, что это он, если бы это реально был он. Ну, в любом случае, будет интересно 8 октября посмотреть, что за документалочку нам подготовили для просмотра. Они обещают, что это еще как-то повлияет на рынок, но вот давайте посмотрим. Если они реально покажут кого-то, кого никто не ожидает, он не умер, то есть он реально владеет доступом к там одному миллиону биткоинов, назовут там какое-то имя, которое раньше не всплывало, вот интересно реально, как это на рынок отреагирует, то есть это потенциально человек, который реально может слить миллион биткоинов, и он просто скрывается. Вот они как раз это в центр своего фильма и поставили, что типа, кто же этот человек и что будет с рынком. Адама Бека как главную говорящую голову и хотят исследовать. Но поэтому, вот кстати, многие топят, что Лен Сассамон, скорее всего, что его можно раскрыть, раз его больше нет, и битки как бы в безопасности. Хотя не обязательно, что он никому их не передал, если это он. Там, где они анонсировали, они там как-то так написали, типа, вот мы вам приведем там доказательства, но начнутся споры, типа, так ли это. То есть звучит так, как будто доказательства не стопроцентные, как будто мы вам их приведем, а вы потом скажете, правы мы или нет. Поэтому мне кажется, опять, ну я еще как только новость увидел, и в принципе, всеми дальнейшими эпохами только подтверждался, что такое ощущение, как будто разогнали хайпа просто, чтобы привлечь внимание к своему фильму, чтобы его все посмотрели, там, а по факту вряд ли там... Посмотрим обязательно. Мы-то посмотрим, да. Ну вряд ли там будет что-то такое, ну реально снохошибающее, гарантирующее. Нет, ну слушай, ну они же скорее, ну они же кого-то назовут, какие-то доводы приведут. Ну да. Но фамилии с ЦРУ мы не дождемся, я так понимаю. Да, походу. Будем ждать 8 октября. Такой нам запомнилась уходящая неделя. С нами в гостях был Дмитрий Степанин. Спасибо большое, что присоединился. Спасибо, что пригласили. Будем ждать, раскроется ли главная загадка крипторынка. Спасибо всем, кто нас смотрел, кто слушал. Подписывайтесь на YouTube-канал, на другие наши каналы и оставайтесь на связи. Увидимся через неделю, но уже без меня, а я ухожу в отпуск. Наконец-то. Пока. Спасибо всем. Пока. Пока. Еженедельный подкаст о рынке криптовалют и блокчейн-индустрии от журнала 4 o'clock. 4 o'clock.